Комиссия по проекту Генплана сейчас рассматривает те предложения, которые поступили от жителей по итогам общественных обсуждений проекта. Таких предложений пришло около трёх тысяч, сообщил исполняющий обязанности замгубернатора Максим Жукалов. Сейчас готовятся рекомендации для разработчиков. Есть случаи, где интересы владельцев участков пересекаются с интересами Министерства обороны, напомнил губернатор Михаил Возвожаев. Эта ситуация требует отдельного обсуждения. Другая тема аппаратного совещания – работа компании «Цифровые инновации», которая людям пока не очень ясна. Этот оператор обработки коммунальных платежей с нового года заменил единый информационно-расчётный центр. Губернатор отметил, от жителей в Центр управления регионом поступает большое количество обращений и жалоб на работу цифровых инноваций. Михаил Возвожаев подчеркнул, компании необходимо чётко её настроить и организовать. По вот этим деятелям из цифровых инноваций продолжает большое количество поступать обращений. Индивидуально, скажем. Хорошо собственникам этим пояснить, что мы и так уже привлекли правоохранительные органы к определённым ситуациям. Но тем не менее, всё-таки работу, связанную с уточнением тех или иных некорректных запросов, платёжек и так далее, прямо в режиме круглосуточном пускай проводят. Да. Как стало известно, они эти конкурсы выиграли законно. Теперь пусть работу организовывают. Люди пишут, что подают сведения со своих приборов учёта, а оплату им выставляют по нормативу. Зам. губернатора Евгений Горлов отметил, что жители могут передавать показания через государственную информационную систему ЖКХ. При этом можно оплачивать квитанции и через банк. Михаил Возвожаев отметил, людям необходимо всё тщательно разъяснить. Товарищи отправляйте, к Ирине Олеговне обратитесь. Пусть идут ещё раз на телевидение, рассказывают, как это всё делается и так далее. Пусть работу ведут. Бардак устроили. Понятно, что всё пересчитают в конечном итоге, никто не заплатит лишнего. Ещё одна тема совещания – оползень, который активизировался в Учкуевке в минувшие выходные. Как оказалось, здесь сошлось всё – и природные явления, и незаконная деятельность человека. Этот оползень активизируется в связи с атмосферными осадками, штормовой активностью и техногенными процессами. Но в то же время активизацию дали и земельные работы, которые были в прошлом году. На сегодняшний день эти работы не ведутся. Виновные были наказаны, понесли административное взыскание. Черноморо-Азовское морское управление Роспреднадзора выносило постановление по нашим материалам. Затронул на аппаратном губернатор и вопрос установки временного плавпричала в Анкермане. Из-за неудовлетворительного состояния стационарного причала Катевное сообщение было прекращено. В скором времени его удастся восстановить. Павел Александрович, по поводу последнего нашего причала на Анкермане, ждем пока согласования возможности его доставить с Черноморским флотом. Правильно? Павел Михайлович, совершенно верно. В остальной части все работает в штатном режиме. С учетом оперативной ситуации пока не получается транспортировку. А так все готово. Все готово, ждем команды. Хорошо. Кроме того, на аппаратном вспомнили про незаконное строительство многоакуативного дома на улице Героев Бреста, 58. Напомним, он был возведен на земле ИЖС. Городские власти начали снос постройки, но потом застройщик обратился в суд с требованием остановить процесс. Он апеллировал к тому, что уведомления о сносе не получал и будет заниматься этим сам. Собственник Шевченко обратился в Гагаринский суд. И суд нам ввел обеспечительные меры, что мы не реализовывали этот контракт. Как только мы обратились с иском о том, что продолжить, нас не удовлетворен, ждем, когда суд снимет. То есть факт, что он незаконный, не оспорит? Нет. А просто он решил сам его демонтировать? Ну, по крайней мере, никаких действий уже на протяжении полгода не сделал. Мы продолжаем работу с судом. Евгений Горлов отметил, как только суд снимет обеспечительные меры, снос незаконно возведенного дома продолжат. Светослав Данилов, Дельвир Меджитов. Новости Севастополя.